В этом видео будет предоставлена информация, полученная от другого инсайдера, который является самым высокопоставленным из известных нам и связанного с космической программой отколовшаяся цивилизация. Назвался он Аленом Миллером. Этот человек утверждает, что лично побывал на десятках различных внеземных баз, включая и те, которые находятся далеко за пределами нашей солнечной системы. Путешествия осуществлялись посредством использования системы порталов так называемой космической паутины, рядом плазменных трубок, связывающих все соседние звезды. Ален не мог понять, почему людей так интригует Марс, так как он говорил, что это страшная планета и есть гораздо более приятные места для посещения. Он рассказывал, что однажды ему приказали уничтожать пятиметровых пескожилов на Марсе, которые прилиплялись к стенам баз. Каким-то образом, они эволюционировали до того, что могли поедать даже металл. Работа была довольно скучной и требовала умения обращаться с крупнокалиберным оружием. Ален говорил, что в радиусе тысячи световых лет от нашей солнечной системы живут приблизительно около 3000 разумных цивилизаций. Он утверждал, что лично видел более 200 различных видов инопланетян на разных внеземных площадках. Ален рассказал, что некоторые инопланетяне были людьми или похожими на людей, другие просто гуманоидами, то есть имели голову, лицо, тело с руками и ногами, были прямоходящими, но выглядели совсем по-другому. Ален раскрыл, что ВПК некоторых стран активно вовлечены в торговлю с огромным количеством разумных цивилизаций и пользуются системами порталов для передвижения из одного места в другое. Одной из рабочих обязанностей Миллера были отношения с клиентами. Он посещал разных партнеров для обсуждения торговых соглашений. Он описывал встречи с определенными видами инопланетян, объединенных коллективным сознанием. В этих торговых отношениях не пользуются деньгами. Все основано на обмене, включая и обмен подготовленным персоналом для консультаций. Постоянно появляются новые технологии. Они подлежат обратному восстановлению и развитию. Военные оборонные подрядчики производят огромное разнообразие товаров, которые полностью преобразовали бы жизнь на Земле, как только появились бы среди нас. Мы бы сразу переместились в эру звездного пути с космическими кораблями и телепортацией, путешествиями во времени и антигравитацией, свободной энергией и сверхпродвинутыми технологиями исцеления. Ален упомянул о плане раскрытия. Имеется множество договоров и ведутся совместные действия с разными инопланетными группами. И многие из этих групп настаивают на том, что пора покончить секретностью. В число инопланетных групп, проталкивающих раскрытие, входят дружественные хранители. Та самая инопланетная группа, которая выводила из строя ядерные боеголовки ракет в моменты военных кризисов на Земле. Но на нашей планете существует тайное сообщество под названием Кабала. В него входят Совет по международным отношениям, Бильдербергеры и Трехсторонняя Комиссия, Международный банковский картель, Нефтяной картель, члены различных разведывательных организаций и избранные члены военной хунты. Совместно они стали теневым правительством не только США, но и большей части западного мира. Их цель – мировое правительство, состоящее из членов Кабалы, которых никто не избирает, которые никому не подотчетны. Аллен утверждает, что президент Путин очень опасается усиления влияния Кабалы. Члены этого тайного сообщества иногда проводят с ним переговоры. Российский президент всячески противится усилению их влияния на Земле, но у него это плохо получается. Кабалы известны технологии чистой энергии, но передавать их всему миру они не желают. Им гораздо интереснее держать мир под своим контролем, развязывая войны за контроль над нефтью. Они создали и поработили мир банковской и финансовой системы. Мировое правительство намеренно прячет от нас такие технологии и не хочет раскрывать их, пока не поставит нашу планету на колени. Кабала не собирается позволить этой технологии привести нас к кэри мира и процветания. Вместо этого она желает пользоваться ею как средством для дальнейшего усиления контроля над нами. Одним из тех, кто первым заявил на весь мир о Кабале, был бывший министр обороны Канады Пол Хеллиер. Его разоблачительное выступление перед Сенатом США есть в открытых источниках. Это настоящий заговор против землян. Официальным лицам запрещено говорить о Кабале вслух, а если где-то и просочится информация, ее сразу же засмеют. Нас уже научили смеяться над теориями заговора и высмеивать каждого, кто в них верит. Кабала приучила нас рассматривать любое доказательство существования организации, как теорию заговора, тем самым сводя его к неподдающейся проверке и легко дискредитируемой идее. Любое упоминание о Кабале или инопланетянах среди людей вызывает только смех. Они контролируют и регулируют наш мир и наши чувства. Аллен раскрыл план господства Кабалы над человечеством. Сегодняшний этап развития человечества Миллер называет торговым порядком. При этом порядке все продается и покупается, а главной универсальной ценностью, в том числе и в духовной сфере, являются деньги. При этом порядке власть измеряется количеством контролируемых денег. Вначале посредством силы, потом посредством закона. Космополитизация человечества – одна из главных целей Кабалы. Как выразился Аллен, кочевничество будет высшей формой нашего общества и определит образ жизни, культурный стиль и форму потребления. Каждый будет носить с собой свою собственную идентичность. Под кочевничеством Миллер понимает общество людей, лишенных чувства Родины, веры предков и живущих только интересами потребления и зрелищ, которые им несет теле- и видеоэкран. Кочевники будут регулироваться через компьютерные сети в глобальном масштабе. Каждый кочевник будет иметь специальную магнитную карточку со всеми данными о нем и прежде всего о наличии у него денег. И горе тому, кто окажется лишенным денег и кто угрожает мировому порядку, оспаривая его способ распределения денежных средств. Человек-кочевник, как и предмет, будет находиться в постоянном передвижении, без адреса или стабильной семьи. Он будет нести в самом себе то, в чем найдет воплощение его социальная ценность, то есть что вложат в него его планетарные воспитатели и куда сочтут необходимым направить его. По мнению Аллена, давление на человека будет таковым, что у него останется только один выбор – либо конформироваться с обществом кочевников, либо быть из него исключенным. Основой закона будет эфемерность создания иллюзорного мира с помощью телевидения и интернета. Стремление быть нормальным, таким же как все, станет двигателем социальной адаптации. Уже сейчас деятели кабалы создают механизмы глобального контроля над человечеством. Высшие научно-технические достижения в руках наших вождей превращаются в средства установления самого жестокого в мировой истории рабства и улетения. Авангардом этой деятельности являются Соединенные Штаты. В этой стране каждый житель со дня своего рождения становится номером компьютерной сети. Все данные о нем вводятся в систему компьютерного учета. Его номер присутствует на всех документах, справках и банковских счетах. На первом этапе предполагается принудительно сделать все население США, а затем и других стран владельцами пластиковых карточек с постоянным номером, закодированным под именем владельца кредитора. Имя владельца становится достоянием компьютерной сети. И до тех пор, пока владелец пользуется данным ему пластиковым кредитом, компьютеры будут вести постоянный учет его покупательской и кредитной статистики. Кроме финансово-кредитных операций, компьютеры собирают и систематизируют информацию социального, духовного, религиозного и образовательного характера на каждого родившегося и живущего на Земле человека. Президент Обама, выступая по национальному телевидению США, уже демонстрировал такую карточку телезрителям, рекламируя ее необыкновенные достоинства и ничего не говоря о том, что она станет средством контроля за человеком и электронным досье на него. На следующем этапе предполагается вживлять в руку каждого человека специальный электронный чип – биокарту, на котором будет записана та же информация, что и на пластиковой карточке. Если последнюю можно выкинуть или потерять, то вживленную биокарту выкинуть уже невозможно. Местоположение человека можно найти в любой момент. Каждый житель Земли попадет под неусытный и всеобъемлющий контроль. Биокарты будут считываться сканерами, установленными на специальных спутниках Земли, постоянно просматривающих весь земной шар и способных контролировать любого носителя вживленного чипа. Такому же глобальному контролю будут подвергаться телефонные линии и другие каналы связи. По мере распространения вживленных биокарт они станут единственным средством расчета. Наличные деньги будут фактически отменены и все покупки и продажи, получение зарплаты и доходов станут осуществляться безналичным путем при помощи биокарты. Человек, избежавший вживления биокарты, не сможет ничего ни купить, ни продать. Ему будет суждено умереть с голоду, если он не подчинится диктату хозяев жизни. Сбывается то, что было предсказано еще Иоанном Богословом, который писал в откровении, что с наступлением власти Антихриста все люди будут клеймены его печатью. Еще в 1997 году правительство США сообщило о своем намерении вложить 500 миллионов долларов программу создания специальной всеобщей компьютерной сети. Предполагается, что с помощью этой разработки будет контролироваться все население и с ее помощью будет производиться оплата всех услуг и уплата налогов. Около 40 крупнейших компаний мира, преимущественно американские, работают над проектом биометрической карты, без которой эта спецсеть не сможет функционировать, так как она будет контролироваться центральным компьютером. В качестве эксперимента Госдепартамент, ЦРУ и Национальная Агентство безопасности США, предоставили в свое время каждому гражданину Мексики биометрическую пластиковую карту для регистрации при голосовании. Впоследствии карта этого типа будет, по-видимому, использована и для учета граждан США, а далее и всего мира. Интернет как полезная информационная сеть превращается в орудие полного контроля над личностью. Внедрение биометрических карт со всеми показаниями человеческого организма, болезнями, слабостями и пристрастиями сделает возможным превратить человека в орудие политических и социальных манипуляций. Опытные специалисты, владея данными биометрических карт, найдут способ воздействия на биологические параметры человека. Таким образом, человек становится обитателем иллюзорного мира информатики, где реальные факты вытесняется фантастическими представлениями и вымыслами.